Новое видео выходит каждый день в 20.00. А что этот ваш ёбаный Оксимирон? Чего стоит мнение этой мессии? Если он говорит, что любит смотреть самп-ньюс, но не знает лучший самп-канал России. Но вы знаете, у Брулёва-то всё равно хуже. И он, кстати, снимает на фоне кровати. Хуяры! Также этот маленький бомбер хочет добить к лету 23 подписчиков. Подотдал, гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Что ж, начну с эксклюзива от The Sites. Сейчас разработчики заняты реализацией телефонов, которые будут обладать большим количеством функций. От камеры до мессенджеров. Притом, для покупки будут доступны как смартфоны, так и кнопочные телефоны. На скриншоте показана одна из трёх моделей телефонов, у каждого из которых будет 6 цветов и 5-10 фонов. Сами текстравы ещё дорабатываются, но они уже лучше тех, что сделаны на 0.3.7, благодаря возможности подгружать модели и текстуры на сервер. Те можно использовать для создания по-настоящему качественных текстравов. My Home Roleplay Vice City На обычном My Home добавили нож. Забавно. А на My Home Vice City добавили Мачете и Тесак, прямиком из той игры 2002 года. Вдобавок к этому, на третьем скриншоте видны журналы, которые станут альтернативой интернету. И, кстати, вы их сейчас на экране тоже видите, насколько я знаю. И выглядят они, ну, вполне неплохо. А что вы думаете по этому поводу? Пишите об этом в комментарии. Сказал бы какой-нибудь GTA-самп-ютубер, но я такого говорить не буду. Но, если всё-таки хотите, то можете написать. Самп-рулиплей. Вообще, не думал рассказывать о рулетке на Самп-РП. Но тут некоторые начали так и не говорить, будто это реальная система на серверах проекта. В общем, сейчас разберёмся. И, кстати, я, в свою очередь, тоже об этом говорил. И хотел бы принести извинения. Самп-рулиплей за то, что до конца в данной системе не разобрался. Я, в самом деле, извиняюсь за то, что произошла вот такая вот абсолютно нелепая, как мне кажется, ситуация. Потому что я, в самом деле, не разобрался о том, что... Что это вообще такое. Ну, тут, я думаю, далее в Самп-дайджесте, в Самп-ньюс об этом ещё расскажут. В группе проекта появились посты о рулетке, которая, оказывается, даже не реализована в игре. Сам же пост направляет на форум, где игроку, желающему крутить рулетку, нужно доказать то, что он отыграл три часа на проекте за день. Саму же рулетку крутил не игрок, получивший её, а другой человек на стриме. И, естественно, большинство не вникших в тему восприняли эту рулетку как засистемную. Мол, её сделали разработчики. Однако, это не так. На самом деле, руководство проекта и эта рулетка почти никак не связаны. Рулетка — это простое мероприятие, организованное игроком и хелпером. Тем не менее, награды реальны. После стрима организаторы связывают с пиар-менеджером по совместительству администратором, который уже раздаёт призы. Ничего тут особо странного не вижу. Обычное мероприятие. Однако, системной рулетки — быть. Сейчас на ней активно работают для того, чтобы успеть её показать игрокам ко дню рождения проекта. Абсолют рулиплей. Ну, вы знаете, этот абсолют рулиплей с его абсолютными ботами и абсолютным уровнем рулиплея на абсолютно всех своих серверах. Объединю всё в одно. Самп. Лимит отображения игроков в зоне видимости увеличен с 200 до 250 игроков. РП. Теперь розыск не препятствует возможности попасть на мероприятие. Это, по-моему, всё, что было про абсолют. А, нет. Также был добавлен интерьер для дома первого уровня. Кажется, давненько новых интерьеров на абсолюте не было. И сейчас на самом экране вы можете видеть вот все эти интерьеры, всё вот это вот то, что вы сейчас можете такое вот наблюдать, то, что вы сейчас можете такое видеть. Это всё, вы знаете, абсолют рулиплей. И вот, если вот так напрямик говорить, то абсолют рулиплей, ну, это же абсолютно такой, знаете, бонусный сервер. И, кстати, вот по поводу ещё рулетки на Самп.РП хотел бы дополнить. Такое впечатление создалось либо из-за поста в Лайфсампе, я уж точно не помню, либо из-за поста в Рукстар Бомбит. По-моему, это было в запрещенном журнале на территории трёх моих каналов. Это Задан Семён на английском, Задан Семён 2 на русском, и Задан Семён стримы. Ну, Задан Семён на английском, а стримы, разумеется, на русском. И вот в каком-то из журналов, либо Рукстар Бомбит, либо, как, блядь, он называется, Лайфсамп, вот эта вот хуйня желтушная, вот там разместили вот эту вот самую рулетку. Я, возможно, вы знаете, я, возможно, сейчас даже вот поищу вообще, в каком из журналов было вот это вот всё, блядь, размещено. Я даже вот, сука, я даже, блядь, не припомню вообще, а где это могло быть размещено-то в самом деле? Насколько я знаю, это было, блядь, в Лайфсамп. Вы знаете, я немного всё вот как-то перепутал вообще в данном видеоролике, да и во многих последних видеороликах там много всего напутал, тем более с этой рулеткой СампРП. Вообще новость о рулетке на СампРП появилась именно в Рукстар Бомбите, именно с заголовком, мол, вы знаете, на СампРП появилась собственная рулетка, но система очень необычная. И оказалось, что разработчики проекта, вообще СампРП, они никакого отношения к этой рулетке не имеют. Это вообще задумка какого-то там ютубера или какого-то там хелпера, это, я думаю, уже не важно. И на этом, я думаю, что мы уже определились со всем этим. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, данного Самп Ньюз, данного Самп Дайджеста, ссылка на Самп Ворлд, как всегда, находится в описании. Всем спасибо, всем пока!